Здарова ребята, с вами Маманты и в этом видео мы обсудим серебро. Зачем его фармить, как фармить и что делать после того, как мы нафармим огромное количество серебра. Приятного вам просмотра. Если ты хочешь уйти в окуп перед Хэллоуином, например, закупиться такими предметами, которые вырастут во время Хэллоуинского обновления, тогда подписывайся на мой Бусти канал. На Бусти канале я публикую историю покупок и продаж. Я вот недавно, кстати, закупился новогодними скинчиками, которые вырастут в 2-3 раза. Я уверен, что это случится. Если вас это интересует, ссылочка в закрепленном комментарии. Бусти канал. История покупок и продаж. Обязательно залетай. Тем более, это очень выгодно. Начнем с фарма серебра. Разработчики недавно выпустили режим бой на гранатах. И мой подписчик сразу же нашел там очень классную тему, с помощью которой можно фармить опыт и серебро, спокойно, не напрягаясь. А способ этот заключается в том, чтобы себя килять с гранатки. Вы закидываете гранатку под себя, и счет засчитывает ваш килл и смерть. То есть вы, по сути, играете и убиваете противников, хотя на самом деле вы делаете харакири. И вы сейчас увидите, я нажму на статистику, и у меня уже счет 4, то есть я получу и опыт, и серебришка за лучшую игру. Ну, минусы и плюсы этого способа. Начнем с минусов. Первый минус это мало опыта, мало серебра. Вы сможете сделать максимум 40-50 смертей, да, и из этого вы получите всего лишь 500 опыта. Это мизерно и очень мало. Даже с гонки вооружений можно получить 630 опыта. Ну а серебро падает так же, как из командного боя. Не больше и не меньше. Ну а плюсы этого режима. Во-первых, статистика не портится. Во-вторых, вы просто фармите опыт и серебро и больше ничего не делаете. Не напрягайтесь, не играйте. Это просто тупо фарм. Поэтому делаем вывод, честно, лучше просто играть в закладку бомбы, там, развлекаться с друзьями, играть в какие-то режимы, чем просто тупо килять себя. Это, в принципе, классный способ фарма для ленивых людей, которые не хотят играть стендов, а просто фармить серебро. Ну а теперь вопрос, зачем копить серебро, для чего оно нужно и когда его тратить? Копить его нужно только в том случае, если вы плохо трейдитесь, у вас мало голды и вы хотите купить какие-то скинчи, там, ави, калашик, глок, приобрести нормальный инвентарь. Либо вы хотите стать начинающим трейдером, да, вы хотите научиться трейдиться. И серебро это первый шаг к успеху, вы накопите серебро, откроете боксики, сольете их и получите свою первую голду для начала, для трейда. И, естественно, вы будете ошибаться сначала, сливать голду, в минус уходить, но это опыт, который очень важен. Это нужно пройти, перетерпеть и все в будущем будет лучше. Ну а что делать с серебром? Какие боксы открывать? Это самый интересный вопрос. Во-первых, я бы копил огромное количество серебро и тратил бы только на старые боксы, такие как фейбл бокс, так как его скоро уберут. И если его не будет в магазине, все скинчики, которые находятся в фейбл боксе, они вырастут в цене. Некоторые коммонки в 2-3 раза вырастают, поэтому намного выгоднее просто накопить огромное количество серебра, вложить это серебро в фейбл боксы и оставить в инвентаре на долгое время, пока все поднимется, цены вырастут и тогда можно все открыть и слить. Ну или подождать новый боксик, когда он выйдет, в нем скинчики тоже будут довольно-таки дорогие, дороже обычных, поэтому на этом тоже можно окупиться. Но это не так выгодно, как со старыми боксиками, например тот же ривл боксик, который я закупал в огромном количестве, сейчас коммонки в 2-3 раза выросли. Поэтому намного надежнее просто закупить фейбл и ждать время, пока все вырастет. Это намного надежнее и безопаснее, в принципе рисков слиться нет. И еще посмотрите вот это видео, которое вылезло на экране, обязательно до конца нажмите на него, посмотрите его, это очень полезный ролик и обязательно до конца, обязательно приятного вам просмотра. Спасибо. Спасибо.